Здравствуйте! У меня сейчас с вами неприятный для меня разговор про вакуум Дирака. Это такое понятие – вакуум Дирака или Дирака. В моё время он звали Дирак. Даже сам Ландау вызывал Дирак. Говорят, во время визита Дирака в Москву, и когда Дирак что-то там выступал с трибуны, со сцены, в первом ряду среди прочих великих наших советских физиков сидел Лев Давидович Ландау и бурчал себе под нос. Дирак-дурак, Дирак-дурак, Дирак-дурак. Ну, в силу того, что я человек, который получал образование в Советском Союзе, я вот, скажем так, ученик Ландау в третьем творческом поколении. Ну, то есть, вот я учился у тех, кто учился у тех, кто учился у самого Ландау. Он такой великий человек, поэтому от него вот эта благодать на нас исходит. И курс его физики, теоретической физики, курс, так его называют. Он за него, кстати, Ленинскую премию получил. Он вместе со своим соавтором, Левшицем, Ландау и Левшицем. Ландаушиц, так называют иногда этот курс. Там, говорят, нет ни одной мысли Левшицы, ни одного слова Ландау. Вот так вот говорят. Но дело не в этом. Дело в том, что нам надо говорить про... Вот, несмотря на то, что мне это очень неприятно и не хочется делать, надо говорить про вакуум Дирака. Значит, вот это понятие, концепция вакуума Дирака появилась, по-моему, в 1930 году. То есть на исходе 20-х годов эпохи, скажем так, штурма вершин микромира, если хотите, да, микромира вершин. В ту пору много было неясно. Вот появлялось понятие частица-античастица, понимаете, да? Что есть что. И вот Дирак стал измышлять. Ему очень понравилась вот эта вот система. Значит, есть уровни, заполненные, так сказать, фермионами. Фермионы – это частицы с полуцелым спином. Например, электроны. Классический пример – частицы с полуцелым спином. И вот эти фермионы, они... Два фермиона только могут находиться в одном состоянии. В какой-нибудь квантовой системе, например, в атоме. В одном-то они в одном, но не совсем. Они различаются спином. У одного спин плюс одна вторая, у другого минус одна вторая. Вот так вот. Вот. Два фермиона, вот эти с полуцелым... Со спином одна вторая, например. Вот. На этом построена вся вот эта концепция построения атомных оболочек. То есть вот то, как в учебнике Глинки строится таблица Менделеева, да? Это всё там заполнение по уровням идёт, там что-то такое, орбитальные числа, всё прочее. Это вот оттуда всё возникает. Так вот у него идея была такая. Вот они, фермионы. Они заполняют уровень с положительной энергией. А есть фермионы, которые заполняют уровень с отрицательной энергией. Их, в общем-то, не видно. И видно только, когда вот мы вот... Вот как в полупроводнике очень похожая идея, и картинки так же рисуют. Как в полупроводнике. Выклупали вы оттуда, из полупроводника, из зоны... Из валентной зоны электрон, да? Появилась в зоне проводимости электрон. А в валентной зоне появилось пустое место, дырка. Вообще говоря, вот эта вот концепция электрон-дырочной проводимости в полупроводниках, она весьма продуктивна, да? Вот в частности, что такое дырка в полупроводнике? Вы не печальтесь, что я сейчас вам не про вакуум дырка говорю, а про электрон-дырочный. Это одно из достижений считается той концепции. Всё нормально. Вот. Что такое дырка? Детям объясняли так, по-простому. Им врали. Врали, в силу того, что вот детям надо объяснить популярно. Вот есть вакансия, да? У какого-то атома не хватает электрона в полупроводнике. И он у соседнего места берёт, да? Вот он переместился электрончик справа налево, а значит, слева направо пустое место переместилось, да? Значит, положительный заряд будет с ту сторону, и те отрицательные, и в эту. Ну, то же самое. Вот. На самом деле, это неверно. Дырка существует как вполне себе понятное создание. Причём эта дырка имеет массу, гораздо больше массы электрона. Такая вот концепция электрон-дырочной проводимости, она вполне квантово-механическая. И не очень увлекательно её объяснять для людей, которые вот за пределами квантовой механики живут, да? Вот. Теперь надо вернуться нам к концепции Дирока. Эту концепцию давно уже учёные в своих построениях не используют. Она нашла широкое применение, пользуется огромным спросом в разговорах про, значит, физическую реальность с непрофессионалами, да? Что из себя представляет, скажем так, вот эта физическая реальность для непрофессионала и для профессионала? Профессионал говорит. Вы знаете, может появиться пара, частица-античастица, под действием чего-либо, какого-либо возмущения. Ну вот, например, движется с большой скоростью заряженная частица, например, электрон. Она или движется с большой скоростью, ну вот гамма-квант, он со скоростью света движется. И вот этот гамма-квант в районе какого-то вот атомного ядра из вакуума рождает электрон-позитронную пару, да? Вот там вот вентили, говорят они, вакуум кишит, скажем так, парами частиц-античастиц. Они виртуальные, да? Они на очень короткое время существуют, да? Время такое существование этой пары виртуальных частиц, что оно, ну скажем так, дельта Е умножить на дельта Т, получается вот меньше того предела, который можем себе позволить. Да, помните, есть такой неопределённость Гейзенберга. Это вот она, да, это вот она. Меньше постоянной планка. Вот если она меньше, ну маленькое время, дескать так. Вот это там вот они как кишат. И вот мы что-то сделали, электрон пролетел с большой скоростью. И он вот этот вакуум расплёскивает и рождает пары. И публике это нравится. Понимаете, в чем дело? Понимаете, уважаемая публика, поймите правильно физиков. Физики на самом деле, вот в вашем понимании, они ничего не знают про природу, которая нас окружает. Они только знают некие модели, которые позволяют им что-то посчитать. Посчитать вероятность того или иного процесса, сечение того или иного процесса, если речёт о микромире, ещё что-то такое. Это концепции. Концепции, которым позволяют считать, более-менее позволяют мыслить. Вот есть такой великий физик, значит, Бруно Максович Пантикорова. Ну, вообще Бруно Пантикорова. А Максовичем он стал только когда стал советским гражданином. Он уроженец Италии. Коммунист и перебежал, значит, перешёл, эмигрировал в Советский Союз. Так вот, значит, Бруно Максович, его как-то спрашивал один товарищ, изучавший процессы мышления у учёных. Вот Бруно Максович, вот как вы мыслите, как вы думаете? А Пантикорова ему говорит, я вот, когда думая об атоме, я считаю, что электрон такой зелёненький. Понимаете, вот что говорил Бруно Пантикорова. Электрон такой, говорит, зелёненький. Вот это всё, что сумел из него, по-моему, Богач звали того исследователя процесса творчества. Вот он единственное, что он из него сумел, так сказать, вытянуть, как вот великие физики мыслят, теоретики. Вот, и вы можете, конечно, себе представлять, что этот вакуум кишит какими-то частицами виртуальными, и они там что-то под действием внешней силы, и вы их разделяете. Ну вот, например, очень полдотворно так мыслить. Вот чёрная дыра, представляете, да? Вот это вот горизонт событий, да? То есть то место, дальше которого не могут улететь свет, да? Вот тело прошло через этот вот горизонт событий, и обратно оно уже не вернётся, ему нужно будет развить скорость, больше скорости света, чтобы оттуда вырваться. Вот, ну как если тело, например, попало на Землю, то ему нужно развить скорость, значит, ну, необходимую для того, чтобы стать опять небесным телом, да? А тут вот скорость, ну, больше скорости света. Вот, для Земли там где-то что-то 11 километров в секунду, а там вот скорость света. Так вот, в этом месте очень сильная гравитация, понимаете ли? И гравитация хороша чем? Тем, что большая очень, ну, её напряжённость, на самом деле, скорее свободного падения, по-нашему говоря, очень большая. И так получается, что вот как они объясняют, появляется электронно-позитронная пара виртуальная, да? Вот они появились, вот я тут чёрная дыра пускаю, да? Вот одна, один элемент этой электронно-позитронной пары, он чуть дальше был, и он остался жив, он улетел, а вот это вот затянуло, да? И вот это вот называется процесс, скажем так, вот, рождения за счёт вот этого поля гравитационного рождения электронно-позитронных пар, или вообще пар, частицы, античастицы. Одна частица улетает, другая остаётся. Это называется испарение чёрных дыр. Вот этот процесс испарения чёрных дыр. Вообще, его впервые о нём заговорил Яков Борис Зельдович. Ну, он был физик секретный, а тут вдруг ему довелось встретиться с одним британским учёным, да? И он при нём это дело рассуждал. А потом британский учёный подхватил эти рассуждения, стал тоже рассуждать. Все теперь думают, что тот самый британский учёный рассуждал. Ну, Ябе Зельдович не требуется, чтобы вы его защищали. Это Зельдович, блин, компот, а? Это же это вообще. Это вообще, да? Вот, вот такие вот дела. Ну, так вот, ну, вот можно так объяснять. Это вот человеку, который вот пришёл за объяснением, ну, объясните мне, почему испаряются чёрные дыры? Ребёнок пришёл, чтобы мы объяснили. А если это не ребёнок, если это человек, который учил квантовую механику, тут можно так вот пожевать губами и сказать, вы знаете, мы ещё не всё понимаем. Но тут, видимо, происходит следующее. И берётся, значит, мел или фломастер, и рисуется диаграмма Феймана. Тут, говорит, вот есть, говорит, гравитон. И он как раз порождает эту пару. Взаимодействие с гравитационным полем, вот он рождает тут пару, понимаете ли. Электрон-позитрон или протон-антипротон, вот он какой вот, это вот виртуальный, конечно. Но вот пара получается реальная после того, как её разделили, понимаешь. Одна часть её провалилась, другая осталась. Эти дыры испаряются, но очень медленно. А когда дыра становится совсем маленькой, то тут вот как раз градиент, понимаете, что такое градиент? Ну, изменения по длине, да? Вот у нас градиент гравитационного поля около Земли небольшой. Ускорение свободного падения вот на таком уровне, на таком примерно, ну, собственно, одно и то же. Даже вот на уровне, значит, моря, и там на уровне там несколько километров. Очень трудно его отличить, да? Только чувствительный прибор. А там, понимаете, этот не низкий градиент. А если уже вот здесь и вот здесь разный градиент, да? Так вот у больших дыр-то там тоже не очень большой градиент. Там они рождаются вялые электрон-позитронные пары, вообще любые пары, частицы. А вот если это, значит, маленькая дырочка, там очень большая вот этот вот градиент, и рождаются пары с расстрашной силой. Вот если бы чёрная дыра имела массу там Земли, там, ну, что-то она просуществовала там, не на секунды, что ли, да? Это был бы взрыв фактически. И вот поэтому всё хотят увидеть наши любимые учёные, астрофизики, взрывы чёрных дыр. Вот когда они на последнем этапе своего развития взрываются. Но им всё не удаётся. Это лишнее подтверждение того, что Вселенная наша относительно молода, молода относительно таких событий, 13,8 миллиардов световых лет нашей Вселенной всего-навсего. И те дыры, которые за всё это время образовывались, они, видимо, образовывались с самого начала существования Вселенной. Ну, а уж потом тоже продолжает образовываться. Образуется чёрная дыра, это ведь не маленькая, это несколько масс Солнца минимум должно быть, да? Вот. И, ну, это типа прогоревшая звезда, коллапсировавшая, взрыв сверхновой, превращение в нейтронную звезду, которая слишком тяжёлая для того, чтобы из неё улетал свет, это, получается, значит, чёрная дыра, поэтому. Вот. И эти чёрные дыры-то, они ещё молодые, они медленно испаряются. Маленьких дыр-то нету. Вот пройдут триллионы лет, а может быть, миллиарды триллионов лет, вот тогда-то и будут взрывы. Потерпите, увидите ещё, да? Взрывы чёрных дыр-то, да? Вот. Но пока их нет, это лишнее подтверждение того, что мир ещё относительно молод, всего-навсего 13,8 миллиарда. Значит, как относиться к этой концепции вакуума Дирека? Да никак. Как вообще к физике? Любая, есть физическая реальность, понимаете, вот она реальность и всё. Она дана нам в измерениях приборов, как Ленин говорил, дана данная нам в ощущениях. Ленин ещё философ был, немножко философ науки. Вот. Ну, он был Ленин, поэтому мы изучали эту работу «Материализм и империокритицизм». Вот. А вот так вот это всё происходит. А вот когда речь идёт о учёных, которые, теоретики, которые это описывают, ну, в принципе говоря, нужна удачная концепция, которая всё это будет описывать. Честно говоря, вот эта концепция вакуума Дирека, я что-то не знаю, что бы она там количественно такого описала. Вот квантовая механика количественно описывает. Вот механика Ньютона описывает. Механика Эйнштейна описывает. В хорошем смысле этого слова описывает происходящее событие. Даёт предсказания, даёт возможность количественно посчитать. А это такая, собственно, кроме как путать мозги любителям, которые вот пришли к нам узнать, как же мир устроен. Как мир устроен, никто не знает. Понимаете, в чём дело? Вот как устроены часы, например, да, вот там мы можем чётко описать шестерёночки, пружинки и так далее. Вот она взаимосвязь событий. А здесь мы только верхушку. Вот, говорим мы, циферблат, на нём две стрелки. А с чем они там связаны? Мы не очень это представляем. Ну, потом, значит, узнали, как-то допетрили, придумали какую-то такую схему. А вот там, говорит, зубчатые колёса, наверное, крутятся. А может, не зубчатые колёса, а может, это шаговый какой-то двигатель электрический. А может, кто его знает? Вот мы придумываем все концепции, придумываем, понимаете? Не мы создали Вселенную. Как она устроена, мы не знаем. Мы пытаемся её познать. И как учил нас Ленин, и как учил нас вообще философия науки, учат, как и Ленин тоже, кстати говоря, он в той же самой точке зрения придерживался. Этот процесс познания бесконечен, и мы никогда не узнаем истины в последней инстанции. Её никто не знает, и никто никогда не узнает. Это вслед за Гегелем он это повторял. Гегелевская такая концепция, что мы познаём, мы, учёные, мы, люди, познаём абсолютную идею, так называл Бога Гегель. И вот познать мы всё равно не сможем, но постепенно приближаемся к этому познанию, бесконечно будем приближаться. Ну всё, я вам попытался это рассказать всё-таки. Вы знаете, вот есть люди, которые говорят, мой рассказ очень сбивчивый. Ну вы знаете, как я вам скажу? Вот есть такое смысл, дадим определение. Па-па-па-па-па. Ну это не то. В жизни вы познанием занимаетесь. Вот именно из-за этого сумбура, и процесс познания – это работа вашей головы. Чтобы бензобак наполнен бензином, основное условие, чтобы он был пуст, тогда только вы сможете бензин залить. А вот чтобы в голову знание заполнено знаниями, она должна быть уже полна. Это вот работа мозга, познательная ваша. Мотайте на ус, делайте собственные выводы, и всё живите спокойно. Кстати, не забывайте мне помогать финансово. Да, я очень благодарен тем, кто мне присылает деньги. Есть внизу у меня там номер моей карточки, счёт в Збербанке, Яндекс.Деньги, Киви-кошелёк, Пейпал, в общем, всё там как положено. Я вас очень люблю, особенно те, кто шлёт мне деньги. Пока, всех благ.